всем привет меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 22 мы продолжаем с вами тему форма заказа на демо примере оформляю заказ давайте посмотрим как это будет выглядеть дальше нажимаю вперед вперед то есть все шаги я заполняю вперед здесь выбранный мной товар то есть это последний четвертый шаг после этого здесь я ставлю галочку я согласен с правилами работы магазина то есть такие правила можно также вывести на сайт дальше нажимаю отправить заказ данные заказы успешно сохранены нажимаем ok нас в идеале должно перебросить вот на такую страницу с информацией о заказе то есть это клиент будет видеть прямо на сайте и есть кнопка обновить статус то есть об этих статусах поговорим позже что происходит на нашем сайте сейчас если я также форме заказа нажимаю вперед 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 здесь мои товары выбраны несколько штук нажимаю отправить заказ и мы видим вот такое сообщение шаблон email не создан давайте в этом уроке и займемся то есть без шаблонов у нас всегда будет выскакивать вот такое предупреждение если нажмем ok страница обновляется но это у нас не главная страница прокрутим вниз мы все же видим эту страницу статуса но она не на том месте да опять она находится здесь под всеми блоками но это уже вопрос второй сначала нам нужно создать необходимые email и давайте посмотрим где и как это делается переходим в админку нашего сайта переходим как обычно компоненты джекасса здесь переходим инструменты шаблоны email кликаем мы с вами уже затрагивали данную опцию но сейчас мы создадим непосредственно темы и которые нужны при заказе то есть эти email письма автоматически будут отправляться как клиенту необходимый так и администратор чтобы оповестить администратор чтобы администратор увидел что есть новый заказ и принял какие-то меры например по обработке заказов чтобы администратор или его коллеги связались потом с продавцом или что-то в этом духе то есть смотря как у вас будет устроено взаимодействие общение с клиентами пока наш сайт находится на локальном хостинге мы не сможем до конца протестировать как это работает то есть мы не увидим приход писем на ящик администратора и на ящик например покупателя если вы тестируете систему как покупатель и на свой же email пробуйте оформить заказ то есть письма не придут потому что мы на локальном хостинге это вы сможете протестировать только тогда когда перенесете сайт именно на платный хостинг в интернет но мы заказ в любом случае увидим именно в админке самой джейкасса то здесь заказы они будут отображаться и в админке вы сможете обработать этот заказ так давайте нажмем создать и создадим первое письмо первое письмо будет заказ изменен хотя вот этот название вы можете написать абсолютно произвольно далее название из списка выбираем изменение статуса покупателю и здесь сразу подсказка да и сообщение будет отправлен покупателю при изменении пользовательского статуса заказа то есть если вы до конца сейчас не понимаете что это когда мы дальше дойдем по другим шагам вы уже будете все понимать ниже шаблон необходимо выбрать именно вот этот вот дальше нажимаем вот на эту иконочку здесь ниже мы видим уже шаблонами на письма магазин то есть вот здесь у вас будет подставляться название тайтла вашего магазина то есть у меня называется магазин то есть то что вы здесь написано до шапки сайта соответственно написано это здесь то есть и здесь по сути письмо уже как бы заготовлено здесь будет подставляться здравствуйте юзернейм а здесь место юзернейм будет реальное имя пользователя заказ соответственно здесь будет уникальный все время идентификатор подставляться в общем чтобы вам это посмотреть именно как это уже выглядит именно на почту приходит письмо это уже нужно быть на хостинге да сейчас мы это протестировать не сможем письмо у нас принципе это готово мы нажимаем сохранить и создать следующее письмо заказ изменен админ то есть это письмо будет приходить администратору то есть некоторые письма которые вам потом будут все-таки как бы ну не нужны из из того что мы сегодня создадим вы всегда сможете их здесь отключить или создать какие-то дополнительные здесь email и которые вам нужны шаблоны для email выбираем здесь изменение статуса администратору шаблон мы выбираем статус админ текст ищем вот он статус админ текст здравствуйте федор васильев то есть это то что у меня прописано да я изменил именно в пользовательской опции до в магазине то есть моем статус заказа такой-то станет заказа новый заказ то есть я буду оповещен как только заказ то есть человек нажмет на кнопку оформить да то есть это при условии если мы используем оффлайн платеж то есть он не платит сразу наличными например с карты с карты сбербанка или еще каким-то онлайн платежом а просто оформлять заказ ничего не платя да то есть он плачет платят деньги либо при получении товара либо там какие-то другие способы именно уже в реальной жизни приходит например в офис за товаром когда товар будет доставлен в офис и платит наличными да вот это сейчас мы рассматриваем именно такой способ нажимаем сохранить и создать следующий заголовок будет заказ успешно проведен то есть значит я посмотрел что человек действительно оплатил товар и я меняю потом статус на заказ успешно проведем то есть о статусах поговорим позже но в данном случае здесь у нас email при успехе покупателю то есть значит это покупатель письмо будет отсылаться шаблон при этом мы выбираем вот 3 снизу нажимаю обновить сохранить и создать далее можно создать информация о заказе название email о заказе покупателю выбираем шаблон выбираем вот этот видим сразу что это такое по составу письма сохранить и создать следующий давайте создадим новый заказ email о заказе администратору в этот раз выбираем шаблон мы выбираем ордер админ текст сохранить и создать также нам необходимо создать и вот такого рода письмо ошибка заказа то есть письмо администратору какие-то бывают ошибки в сети бывают что-то с интернетом еще что-то неправильно произошло нам нужно об этом тоже знать и соответственно вот здесь вот мы выбираем email при неудаче администратору и соответственно можно еще создать письмо и покупателю что подходило выбираем администратору шаблон мы выбираем статус админ текст сохранить и создать и еще одно давайте создадим успешный заказ админ то есть будет приходить нам как администратор уведомления название email при успехе администратору шаблон также выбираем статус админ текст сохранить и закрыть точнее на я нажал сохранить и создать можно я сохранился можно нажать теперь отмена вот такие письма мы создали здесь есть ряд и других необходимых писем которые могут вам понадобиться вы можете просто перейти в быстрый старт и посмотреть какие письма здесь уже есть и также продублировать просто их у себя то есть я не вижу смысл дальше тут объяснять думаю и так здесь все понятно вот мы создали письма теперь давайте попробуем еще раз перейти оформить заказ посмотрим что произойдет нажимаю вперед 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 и отправить заказ у нас ошибка уже не высвечивается появляется наш заказ нам осталось его вывести на отдельную страницу до чтобы он сразу вверху был виден а иначе человека это ведет заблуждение он может это даже не увидеть что это не здесь у вас располагается переходим с вами меню я выведу это в топ меню то есть это у нас вот где вот здесь выводится да ну вы можете где-то внизу в подвале вывести такого рода менюшки я выведу просто здесь чтобы ну для примера убедиться да нажму создать так заголовок например результат заказа тип пункта меню выбрать джекасса результат заказа вот находим здесь дальше описание параметры ссылки параметры страницы пока не трогаем нажимаем сохранить проверяем обновляемся он выводится здесь вообще нам лучше это как бы не выводить то есть вот он у нас заказ выводится да если мы сейчас еще раз попробуем оформить заказ вперед вперед здесь я нажимаю отправить заказ то вот эта страница ведь она выводится именно так как нужно но нам желательно чтобы она не выводилась именно в пункте меню вот здесь или где-либо в другом месте нам она как бы не нужно нам нужно лишь эта страница что была видна когда человек на нажмет заказать да здесь в пункте меню попробуем давайте перейти параметры ссылки показать в меню здесь вот есть если вы хотите исключить этот пункт из отображения в меню выберите нет ставим здесь нет нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся все вот здесь он скрывается видите в пункте меню его нет а сама страница видно то есть это то что нам нужно по поводу от этого статуса что здесь можно сделать это будет информация в следующих уроках надеюсь для вас информация была полезна информация о новых заказах пока на локальном хостинге нам письма не приходит вы это можете просмотреть в админке ну в принципе это в любой момент вы можете это просматривать перейти в джей кассу его здесь сам внизу новые заказы они все видны вот статус новый заказ можно кликнуть по айдиш нику перейти видите нас перебрасывает платежи заказы кликнуть пойди здесь вся информация кто купил как зовут наличие товаров цена то есть все заказы будут отображаться здесь в админке также что делать дальше с этими заказами как их обрабатывать мы поговорим также следующих уроках на этом здесь все ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а и вы и он н